Не христианские источники. Хорошо. Встает вопрос. Если действительно все это было правдой, не в углу это делалось, почему мы находим об этом только в Библии? Почему никакой другой историк, значит, столько было античных историков, никто нам ничего об Иисусе не сообщает. Ни Бесусе, ни христианах и прочее. Но первый ответ, самый естественный, на какой стадии? Историки пишут то, что происходит во дворцах, в столицах и прочее. Это окраина империи. Ну вот, так что даже если бы вообще ничего не попало в них христианские источники о событиях Иерусалима того времени, даже это, в общем-то, не было удивительно. Мы уже говорили с вами о вторичном источнике о, значит, апологии Иустина. Вот. Но на самом деле все обстоит еще гораздо печальнее для врагов христианства. До нас дошло 17 античных документов, датируемых с 50 по 180 год, которые содержат около 50 различных подробностей о жизни Иисуса и его учении. В 11 из этих документов говорится о его смерти, в некоторых говорится о воскресении, а также некоторые элементы ранних христиан. Причем эти источники из самых разных источников. То есть тексты из самых разных источников. Это римские источники, Тацит, Светоний, Тал, чиновники Плинии-младший, Цезарь, Троян, Адриан, Иудейские источники, Талмуд, Иосиф Флавий, Греческие источники, Лукьян, Сирийские источники, Мара Берсерапион, Гностические источники появляются, Евангелие от Истины, Евангелие от Фомы, Трактат о воскресении. Гностики пишут свои какие-то Евангелия, но в основе их лежат те Евангелия, которые есть, они только пытаются их, свою интерпретацию этих событий преподать. Мы знаем, что те тексты, на которых основаны гностические Евангелия, на тот момент уже существовали. Существовали, но как минимум они существовали в устной традиции, потому что то же самое Евангелие от Фомы, в нем огромное количество чисто фольклорных элементов. Например, нам неизвестно, чем Иисус занимался в детстве. Ну и там появляются такие элементы, что он играл с детьми, дети его обидели, он что-то нехорошее не сказал, они там окаменели, я же не помню, стали. Дальше ему было жить скучно, потому что Иисус с ним играть не хотел. Тогда он занимался тем, что из глины лепил птичек, говорил летите, они летели. Очень интересно, что этот самый сюжет мы находим в Коране. То есть в Коране о детстве Иисуса рассказывается, как он лепил птичек из глины. Из чего мы можем сделать вывод, что на самом деле Махомед получил Евангелие не в письменном виде, а в виде вот этого самого устного предания. И когда он возмущается, то есть на самом деле, когда Махомед начинал писать Коран, начинал писать свои стихи, возмущаясь против учения христиан, он был совершенно прав. Он отвергал учение о Троице. И мы с ним совершенно согласны, потому что то учение о Троице, которое он отвергал, мы его тоже отвергаем. Потому что его учение, что Троица это отец-бог, отец-бог, отец-сын и... ой, бог-отец, бог-сын и бог-мать. Вот. И Махомед совершенно справедливо это учение критикует, потому что никакого отношения, в общем-то, оно к истинному учению о Троице не имеет. Иосиф Флавий дает нам следующее сведение, что Иисуса звали Христом. То есть он указывает, что действительно его принимали за Мессию. И указывает, что его брата звали Иаков. Довольно подробно Иосиф пишет о казни Иакова и какое возмущение это привело среди иудеев, как христиан, так и не христиан. Потому что Иаков, получивший название Иаков справедливый в истории церкви, был в любви... Лука говорит, они были в любви у всего народа. Действительно, Иаков пользовался общим уважением и, воспользовавшись заминкой, что нет прокуратора, отозвали Пилата, но его еще не пришел, первосвященники Иакова казнили. По одним сведениям его сбросили со стены храма, по другим побили камнями, по третьим сначала сбросили со стены храма, потом побили камнями. Это все нам сообщает Иосиф Флавий. Есть спорный момент. Иосиф Флавий, он же вообще интересный человек. До сих пор евреи не знают, кем его считать, национальным героем или национальным предателем. У них не было звания, он был фарисеем, он был военным, он был народным военачальником. Вот аналогично тому, как было в, значит... Что? Ну, понимаешь, то есть, как вот при обороне Масады сопротивлялись до последнего, потом убили друг друга, чтобы не сдаваться в плен, в аналогичной ситуации оказался Иосиф Флавий в его войсках. Вот, он, значит, он оборонялся в пещерах Ингеди, в тех водоламских пещерах, там, где в свое время скрывался Давид от Саула. Вот, и когда они были окружены, он сказал, ну хорошо, давайте друг друга поубиваем и в плене не сдадимся. Все друг друга поубивали, он остался один, вышел и сдался в плен. Вот, и римский военачальник сказал, так, ты, значит, ты такой преступник, что я тебя убивать не буду, тебя будет судить сам император. На что Иосиф Флавий сказал, а зачем тебе посылать меня к императору, ты сам скоро императором будешь. Вот, и тот сказал, а с этого момента, называется самовыполняющийся пророчество, с этого момента военачальник был абсолютно уверен, что он будущий император. Вот, он действовал как будущий император, он, значит, принешение принимал как будущий император, а не какой-то, значит, офицер. Вот, и в итоге стал императором. И еще больше уверен, что, значит, он дал Иосифу свое родовое имя Флавиев, отсюда он стал Иосифом Флавием. Вот, и Иосиф сидел и за государственный римский счет писал историю евреев. Вот, и писал он эту историю евреев, одна из основных целей это была апология, убедить римлян, что в существовании единого бога. Вот, и вот свои иудейские древности он описывает всю историю отношения богов и евреев. Вот, но пишет он ее два экземпляра. Один на еврейском, один на греческом. И они не совпадают между собой. То есть, то, что он писал на еврейском, это не всегда есть на греческом. И вот этот спорный текст, так называемый, который вы можете настроить, он есть в греческом тексте, его нет в еврейском. Он говорит, что был человек, значит, что Иисус был мудрый человек, если только его можно называть человеком, потому что никакой человек не способен делать то, что делал Иисус. То есть, по сути дела, буквально идет свидетельство о всех чудесах Иисуса. Но, поскольку этого текста, этого фрагмента нет в еврейском тексте, все говорят, а это позже христиане приписали. Но, опять же, у нас нет ни одного греческого текста иудейских борт в клаве, где бы не было этого фрагмента. Поэтому этот вопрос, он остается вот таким вот спорным с точки зрения истории. А Елиазер, девяностосотый год, значит, указывает, что Иисус называл себя Богом и говорил ученикам, что он их покинет, а потом снова вернется. Вавилонский Талмуд составлялся с 1 по 5 век нашей эры. И, значит, в Талмуде евреи, естественно, антихристианско настроены, критикуют всяческих христиан. Но, при этом, сами того, в общем-то, не ведая, нам рассказывают детали. И они рассказывают о том, что Иисус совершал удивительные чудеса. То есть, враги Иисуса это признают. Далее они объясняют, что чудеса этого он совершал благодаря колдовству, которому он учился в Египте. Чем тоже подтверждают то, что, значит, Иисус вырос в Египте. А дальше, значит, утверждают, что он вводил Израиль с пути истинного и был распят, по разным версиям Талмуда повешен. Ну, на самом деле, это одно и то же, с точки зрения евреев. Или побит камнями. Накануне Пасхи, что тоже подтверждает еврейский текст Нового Завета. А также, что он называл себя божественным сыном Бога. Точно так же утверждается, что он был незаконно рожденным, рожден вне брака. Чем тоже косвенно подтверждается то, что он рожден был от Духа Святого. Но там дается вот эта версия, что Мария была изнасилована римским солдатом по имени Пантера. И, на самом деле, вы на протяжении всей истории эту байку вновь и вновь встретите. Но знаете, что идет она вот из военгонского Талмуда аж того времени. И вот. И Талмуда его называют Бен Пантера, Сын Пантера. Вот. Значит, римские источники. Тацит. Тацит указывает, что имя христиане происходит от имени Христус. То есть, Тацит, видать, не увидел греческого смысла в этом. Он подумал, что это какое-то латинское имя. Вот. И что этот самый Христус был казнен в Иудее, прокуратор Апонтием Пилатом во время правления Тиберия. То есть, полностью дается конкретный исторический период. Потому что нам известно, когда правил Пилат с 26 по 36 год. Нам известно, когда правил Тиберия с 14 по 37 год. Вот. Также Тацит описывает казнь христиан при Нероне в 64 году. Плиний младший. Мы с вами уже говорили о переписке Плиния младшего и Трояна. Вот. И Плиний младший рассказывает, что его последствия регулярно собирались в определенный день недели. И поклонялись Христу как Богу. Понятно, что с точки зрения Плиния не как единственному Богу. А как, в его понимании, это один из Богов. Вот. И он говорит, что число христиан в Эфинии было велико и постоянно росло. Свитоний говорит, что Клавдий выслал из Рима евреев. А помните, Павел приезжает в Эфес. И кого он там встречает? Акило и Прескило. Они еще не верующие, но у них общий бизнес с Павлом. Да. И Павел в их дело включается, начинает шить вместе палатки. А как Икило и Прескило оказались в Эфесе? Выгнали из Рима. Их выгнали из Рима. В послании к Римлян они опять в Риме. Вот. Их выгнали из Рима как раз вот, о чем нам свидетельствует Свитоний. Клавдий выслал евреев, потому что те постоянно устраивали беспорядки по научению некого Хрестуса. То есть евреи христиане, евреи нехристиане между собой до хрепоты, иногда может быть до более серьезных беспорядков спорили. Вот. И Клавдий долго ему разбираться в этом было не было. Он сказал, так всех евреев отсюда удалить. Вот. И также Свитоний тоже описывает гонения на христиан при Мироне. Из нехристианских источников мы узнаем об учениках Иисуса, о чудесах Иисуса, об исполнении пророчеств о нем, о том, что он сам был пророкем, о том, что люди верили в его божественность. Также из нехристианских источников мы узнаем, что он был великим учителем и философом, что он призывал к обращению по вере, отрицал других богов и проповедовал братство верующих в вечности. И также из нехристианских источников мы узнаем, что он был распят по обвинению в богохульстве и позже воскресе из мертвых. Его ученики стали верными последователями, провозглашали имя Иисуса и его учения. То есть все, что нам известно оба исущих из нехристианских источников, прекрасно согласуется с тем, что нам известно из текстов, написанных очевидцами или со слов очевидцев. И никаких текстов, которые бы однозначно противоречили тем, на том, что нам известно, не существует. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.3wtvseminary.com Продолжение следует... Продолжение следует...